Премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк. За это решение проголосовал 371 народный депутат. В целом ситуация в Украине до сих пор остается напряженной. Сегодня в Симферополе были захвачены здания парламента и Совета министров Крыма. Туда ворвались неизвестные. Вывели людей, подняли российские флаги и забаррикадировали вход. Видели только, как захватили здание. Забежало от начала 30 человек, вооруженных полностью. Они зашли в здание. После чего, когда они уже захватили здание, выгнали милицию оттуда. Начали заходить еще туда. Еще подогнали автобус, из которого вышло еще в среднем 30 человек. Они начали переносить сумки свои, в которых в сумках находились РПГ, гранатометы, находились СВД, находились автоматы Калачникова. Также находились пистолеты. То есть люди вооруженные полностью. Здание взяли под контроль представители так называемой самооборону русскоязычного населения Крыма. По тревоге были подняты бойцы МВД и весь состав милиции. Для урегулирования ситуации создан специальный штаб. Сейчас захватчиками ведутся переговоры. Их требования пока остаются непонятными. У цепленного правительственного квартала также проходят митинги. В Верховной Раде собрались около 10 тысяч человек. Это как соратники, так и противники украинских властей. Между тем, в Верховной Раде создана коалиция. В нее вошли 250 депутатов из разных фракций, а также народные депутаты. Ожидается, что сегодня будет сформирован новый состав правительства. Тем временем Виктор Янукович сегодня обратился к народу Украины и заявил, что до сих пор считает себя законным президентом. Все, что происходит в Верховной Раде он назвал незаконным. Он также попросил власти России обеспечить его личную безопасность в связи с угрозами, поступающими в его адрес. Позже агентство Интерфакс со ссылкой на источник во властных структурах заявило о том, что просьбу отстраненного президента уже удовлетворили.